Здравствуйте! Меня зовут Федор Васильев и это проект Joomla Sensei 26 урок мы с вами продолжаем настраивать шаблон и следующее что я хочу вам предложить настроить это вот это вот меню не все шаблоны имеют встроенное вот такое вот меню в данном варианте находится модуль от данной студии templates monster опять же как я об этом узнал я воспользовался установленным quick start то есть вот этот то что сейчас вы видите перед собой да вы должны были тоже установить этот quick start сейчас я перехожу в админку quick start и мы видим вот такую картину вот кстати немножко слов хочу сказать об обновлении вы здесь вот вверху видите система нам говорит что доступно обновление Joomla новая версия и расширение сразу хочу вам сказать перед любыми обновлениями делайте backup на хостинге потом вы заходите например кликайте по кнопке и здесь вы можете видеть какие обновления нужно обновить ставите галочку и нажимаете обновить также и с Joomla кнопка обновления только не забывайте делать backup что такое backup вы как бы свой сайт вот как он сейчас есть делайте резервную копию если вдруг что-то случится и с обновлениями да что-то пойдет не так вы всегда сможете откатить ваш сайт первоначальному положению когда было все хорошо если вы воспользовались тем хостингом на который я производил установку Joomla то в нем backup делается вот здесь вот эти файлы backup заходим так как я использую платный аккаунт у меня происходит еще и автоматический backup у вас если бесплатный хостинг автоматического бэкапа скорее всего не будет вы жмете сначала на кнопку создать новый бэкап дожидаетесь пока вот здесь появятся новые бэкапы то есть сайт у вас маленький минуты так через две просто обновите страницу как только здесь увидите что произошел бэкап а это вы увидите вот поэтому вот по этой дате здесь будет стоять дата и время сравните ее со своим датой и временем если все совпадает значит бэкап только что произошел также бэкап вы сможете вот отсюда выкачать на компьютер нажав по кнопке скачать вот такие вот нехитрые инструкции немножко я отвлекся как узнать а где находится во первых модульная позиция и как я узнал что это модуль а не элемент самого сайта для начала я иду расширение менеджер шаблонов захожу в настройки это все в быстром старте и вот здесь включаю показать позицию модуля мы с вами это проходили и сохраняю далее делаем то же самое прописываем в адресной строке вопрос т.п. равно единица и видим модульной позиции к сожалению здесь не видно у меню такое бывает не видно модульной позиции как узнать да где она находится переходе менеджер модулей опять же это я сейчас в быстром старте нахожусь на самом деле там модульная позиция есть просто и не видно я вам здесь подскажу это позиция топ меню nav и модуль называется диджей меню если мы зайдем внутрь мы видим что он устроен немножко по другому не как стандартный модуль меню этот модуль меню также можно скачать на сайте разработчиков пройдя регистрацию но если вы не хотите этого делать под этим видео ссылка на мой сайт я приложу модуль меню скачивайте его и мы продолжим будем считать что вы скачали модуль меню переходим также расширение менеджер расширений и модуль просто я сюда перетягиваю и устанавливаю установка модуль успешно завершена перехожу расширение менеджер модулей наше майн меню мы вот здесь отключаем если будем пользоваться этим шаблоном она нам не понадобится переходим у нас по умолчанию этот модуль выключен наверху диджей меню называется он заходим для начала мы его включим вскроем заголовок включим его и найдем позицию вот видите начало джейм сервисов и идут название модульных позиций данного шаблона и прокручиваем ищем вот он видите топ меню на выбираем если мы сейчас это дело все сохраним да и еще сразу смотрим вкладку привязка к пункту меню ни на одной странице мы его не увидим нам нужно выбрать на всех страницах и сохраняем еще раз я обновляю страницу и мы видим вот такое меню совсем не похожее на меню здесь у нас да сейчас я уберу вот это дело все в настройках заходим в админку быстрого старта переходим диджей меню и просто смотрим как он устроен тема выбран первый параметр смотрите если вы хотите разбираться и знать например что здесь написано но вы не знаете язык да вы вот так вот копируете строчку текста переходите транслит . google.ru переводчик от google вставляете и здесь у меня вот видите по стрелкам можно перевести и можете примерный смысл понять за что эта функция отвечает язык выставляется вот здесь и мы сравниваем смотрите смотрим размер 1100 ширина скорее всего это наше меню до кнопка нажата да и вот здесь вот тема выбрана первый пункт теперь мы заходим в админку уже нашего сайта и видим что у нас тут выбрана тема дефол мы выбираем также как в демо кнопку включаем здесь да и вместо 800 вставляем 1100 сохраняем видите я сейчас вас просто учу чтобы вы понимали как вы можете подглядывать в быстрый старт смотреть настройки и очень быстро применять их себе смотрите обновляем страницу нашего сайта и вы видите наше меню точности такое же как и в демо не хватает нам иконок сейчас вам покажу как это делать и у нас еще здесь есть логотип опять же у вас должен быть свой логотип сначала давайте разберемся с иконками иконки можно взять именно эти или найти где-то в интернете тут иконка 33 на 33 пикселя по моему формате png я захожу в быстрый старт я вам подскажу где это находится мы переходим main menu в быстром старте заходим в главную у каждого пункта меню можно присвоить картинку мы с вами уже говорили и переходим параметры отображение ссылки и вот здесь вот видите выбрать нажимаем и мы видим все эти png картиночки которые используются в быстром старте вы можете прямо отсюда сохранить изображение как и сохранить его на компьютер а потом уже установить свой сайт это если вы хотите использовать именно эти иконки так я изображение уже сохранил я вам просто покажу как это все вставляется теперь на рабочем сайте я иду меню main menu перехожу в главное перехожу параметры ссылки и здесь вот выбираю изображение до из компьютера с компьютера выбрал эту картинку и нажимаю загрузить потом кликаю по ней и вставить сохраняемся обновляемся вот таким вот образом видите иконочка встала без проблем домашним заданием будет вам к следующим пунктом меню вашим подобрать иконки и разместить их таким же образом следите чтобы размеру иконок был один и тот же чтобы все красиво смотрелось не больше 33 пикселей по ширине то есть квадратный чтобы она была желательно и давайте я покажу вам как вставить лого мы с вами еще это не проходили но у шаблона очень богатые настройки несмотря что этот шаблон бесплатный расширение менеджер шаблонов мы их коснемся чуть позже кликаем прям по шаблону видите у нас тут есть ряд кнопок тут достаточно много настроек кликаем вот по первой basic settings и видите первое поле лого то есть логотип кликаем по кнопке выбрать и загружаем какой-то ваш логотип я выбрал свой логотип с компьютера нажимаю загрузить выбираю здесь вставить и сохранить обновляю страницу и наш логотип видите сам встает то есть шаблон устроен так что здесь нет модульной позиции под логу логотип встает именно там где уже прописано в коде просто есть многие шаблоны где можно выбрать модуль и вставить логотип где угодно но в принципе ему здесь и место единственное то что здесь его нельзя поднять вверх ему здесь хорошо смотреть смотрелось посередине но здесь можно сделать маленькую хитрость так как изображение у меня в пнг формате фотошопе нижнюю часть прозрачной области я могу увеличить тем самым выровнять изображение выше сейчас быстренько покажу как это можно сделать если у вас будет какая-то аналогичная ситуация открываем фотошоп и забрасываем ваш логотип в программу здесь напрашивается немножко снизу увеличить область фотошоп у меня не совсем новый по моему 2014 года если у вас такая же версия не страшно этого будет достаточно в инструментах вы выбираете я не помню как называется вот в общем вот этот инструмент и картинка поверит приобретает вот такие вот ползунки по краям наводите мышь на нижний средний ползунок и немножко оттягиваете прозрачной области здесь опять же можно линейка вымерять и потом enter я делаю на глаз вот о чем я говорил я сейчас увеличил нижнюю прозрачную область чтобы вот картиночку как бы визуально приподнять наверное даже еще чуть-чуть сделаю вот так и это дело мы сохраняем на компьютер сохранить для веб сохранить в админке напротив кнопки выбрать вы нажимаете крестик это удаляете вы изображение и загружаем наши новый логотип нажимаю вставить сохраняемся и обновляемся вот таким вот образом вы видите я логотип поднял но немножко перестарался и он получился чуть выше ничего страшного главное теперь вы знаете как здесь можно логотип выставить по середине принципе на этом я остановлюсь не забудьте каждой иконке каждому пункту меню расставить иконки это действие я тоже сделаю и в следующем уроке мы с вами продолжим разбирать данный шаблон позвольте подарить вам подарок если вы только начинаете свой путь джумла или вы уже матерый веб-мастер вы рано или поздно задумайтесь о самом важном это внешнее отображение вашего сайта другими словами шаблона на просторах рунета вы сможете просто утонуть в изобилии красивых шаблонов но есть большая опасность получить вирусы прямо с шаблоном тот который вы скачаете крайне нежелательно качать шаблоны с неизвестных источников я хорошо поработал и собрал для вас базу из 55 качественных и красивых шаблонов на любую тематику все шаблоны чистые без ссылок и вредоносного кода гарантирую в сто процентов все шаблоны были скачаны мной лично напрямую у разработчиков я все упаковал в один архив каждому шаблону приложил ссылку на демонстрацию шаблона так чтобы вы всегда могли сначала посмотреть на шаблон во всей его красе и выбрать то что вам понравилось все это я сделал для удобства и так как получить все шаблоны целиком да очень просто шаблоны я отправлю на ваш email адрес просто пишите в поле ваш рабочий электронный ящик и подтвердите подписку и через несколько секунд автоматически к вам придет второе письмо ссылкой на закачку архива с шаблонами желаю вам творческих успехов с уважением федор васильев